Для меня русский кинематограф – это какое-то такое загадочное извращение, не имеющее никакого оправдания. То есть, если, например, еще можно как-то понять зоофилов или насекомофилов. А это проститутка-проститутка? А здесь нет, нет, нет. Проститутка – это прекрасное в этом смысле явление, высокое, благородное. Но вот нынешний российский кинематограф для меня абсолютнейшая загадка. То есть, я вот не понимал происходящего. Честно говорю. И как индустрию отдельно, вы ее не воспринимаете? Нет, это не индустрия, это не бизнес. Это обслуживающий персонал? Это что-то загадочное. Это какая-то говорящая такая вот слизь на стенах из каких-то жутких, старинных еще фильмов ужасов. Это какой-то запризыв. То есть, это действительно просто извращение. Абсолютно. Кошмар, как вы меня напугали. Нет, не пугайтесь. Когда вы персонаж фильма ужасов, не надо ничего бояться. Не обижайтесь меня, пожалуйста. Почему Невзоров так сказал? Почему? Потому что кино, это же бизнес. Это бизнес. И оно направлено на формирование определенного какого-то мнения в обществе. Это как бы воля, воля царя, воля правящей партии. Ну вот смотрите, давайте откроем сервис. Иви, пожалуйста. Что наснимали на 2021 год? Бумеранг, Ёлки-8, Летчик, Последний богатырь, Семейный бюджет, Чиновник, Бабки, Спасите Колю, Турист, Девятаев, Батя, Пара из будущего, Санцепек, Родные, Нефутбол, Судьбор. Ну вот, пожалуйста. Нагиев, Ургант, Бурунов. А еще я знаю, Александр Петров есть такой актер. Больше никого не знаю. Александра Петрова здесь почему-то нет. Нет, да? Да, вот это. Светлаков, пожалуйста. Всегда Светлаков присутствует. Ну вот. Вот честно, что-то как-то ничего не задело. Посмотреть ничего не хочется. А мне нравится. По-военному. Лаконично, сухо. Ничего лишнего. Спасибо, коллеги. Я вот из этих фильмов смотрел фильм «Турист», называется «Боевик», про приключения российских наемников в Африке. Ну, они там стреляют. Ну, как бы и диалоги какие-то есть, и идея, что он такой новенький, а его там плохо относятся. И потом они помогают. Ну, в общем, наши все помогают нашим. Ну, вот такой боевик. Ну, там не надо как бы особо ума. Там перестрелки главное. Так что, мне кажется, нормально снимают. Ну, остальное, конечно, надоели уже эти персонажи, которые из фильма в фильмы переходят. И Дмитрий Нагиев, он уважаемый человек, но больше нет артистов, что ли? Или Александр Петров? Некого снимать. Вот поэтому он, Невзоров, говорит о том, что российское кино такое очень низкого качества. Потому что конкуренции нет. Потому что деньги выделяет фонд кино на определенные картины. Бюджет осваивают, снимают, производят продукт какой-то. А россияне его не хотят смотреть. Потому что у россиян есть вариант. Они могут посмотреть американское кино, европейское кино, Марвел. Я скоро даже не смогу смотреть американское кино. Из-за гендерного вот этого вот пришествия в Голливуд. Голливудский кинематограф. Да, везде будет трансгендер, и я точно не смогу смотреть даже американские. Да, у них сейчас перегибы. Они все в сторону толерантности, чтобы расовая толерантность, половая толерантность. Да, у них есть такой перегиб. Вот везде же, ты заметил, даже этот сериал And Just Like That. Скерри Брэд шоу, где девочка 13 лет вдруг решила стать мальчиком. И как бы, ну ладно, что. Ну это такое сумасшествие времени. Сумасшествие времени про, что трансгендеры, что дети могут выбирать пол. Когда был Советский Союз, всех устраивало советское кино. Всех все устраивало. Там же хорошие фильмы, девчата, Морозка, вот я помню. Я помню, даже служебный роман. Всех все устраивало советское кино. Потому что вариантов не было просто. А когда открыли границы, железный занавес пропал, и все стали сравнивать с Голливудом. Вот. А там, естественно, там Голливуд, это фабрика, которая работает на весь мир. Производит вот эти истории. И кроме истории в них ничего нет. И ведь хорошо же получается. Хорошо получается. Ну, за 30 лет россияне-то уже картинку-то постепенно догоняют до голливудского уровня. Ну, еще осталось с актерами поработать, со сценарием, с диалогами. Потому что в сценаристах кто сидит? Те, которые были еще в советские времена. А знаешь еще какое отличие? Вот у российского кинематографа, допустим, от Голливуда. То, что я вот замечаю. То, что Голливуд показывает тебе какую-то сказку, историю, будущее, можно так сказать. А российский показывает тебе твою же реальность. Вот я в этой реальности живу, я не хочу на нее смотреть еще дополнительно. Мне ее и так хватает. А посмотреть на Железного Человека, Гарри Поттер. То есть они показывают что-то вообще невообразимое. То есть они показывают то, что ты даже себе не можешь вообразить. А русские что показывают? Россия что показывает? Вот все, что мы тут видим и так без них. Здравствуйте, товарищи блогеры. Я что хочу сказать. Каждую секунду надо ценить. Я выросла на Диснее, на мультиках Диснее. И мое единственное детское несчастье было, когда в субботу показывали Дисней, и ты включал телевизор, а тебе показывают карусель. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Место Диснее. Все, на этом целая неделя была просто, просто несчастная. потому что ты ждал следующую субботу, когда в 10 утра включат диснеевский мультик, Микки Маус, Плута, ЧПД, Лутины Истории, что-нибудь из этого, но только не веселую карусель. Мне вообще российское кино нравилось, и в начале 2000-х походы в кинотеатр я очень любил. Про девочку, которая хотела счастья, смотрел фильм. Питер ФМ, Остров с Петром Мамоновым, замечательный фильм, и пересматривал несколько раз. С безруковым куча фильмов, где он играл Высоцкого, Пушкина, кого еще там, ну много он кого играл. Продолжение иронии судьбы я смотрел в кинотеатрах. Мне раньше нравилось ходить и смотреть российское кино. Потом просто стал смотреть зарубежные фильмы, и понял, что российские смотреть после зарубежных тяжеловато. Потому что они унылые. Ничего не понимаю. А комедии такие же унылые. Да, нет, комедии веселые, но они тупые. Про бухло, про пьянки. Ну-ка, рот все закрыли! И радуемся! Комедии, они тупые тоже. Унылые. Комедии тоже унылые. Да почему они унылые? Они же веселые. Это было лучше от твоего в моей жизни. Потому что они про пьянки, про пустое времяпрепровождение, вообще про то, как не надо, в принципе, проводить весело время. То есть, если ты хочешь весело провести время, посмотри этот фильм и сделай наоборот. Такая у них мораль. У российских режиссеров получаются классные фильмы о тоске, о разрухе, о безнадеге, о вот такой страданиях, о мучениях. Вот типа левиафан какой-то. Все так скливо. Вот фильм посмотришь и хочется бухать. Просто бухать. Потому что, господи. Снег, холод там, слякоть. Маленького простого человека там унижают, обижают. Вот так вот. То есть, вот смотри, на фоне всех вот этих российских фильмов, страданий, разрухи, тоски, на человека российского наваливается еще вот эта серость за окном, непомерно высокие цены, маленькая зарплата и вот все, и вот все на него. А комедии российские посмотришь. Они не смешные. Есть какая-нибудь комедия, где действительно хочется смеяться? Ну, какая-нибудь. Вот сериал про чиновника смотрел. Это про нашу жизнь. Это не смешно даже. Просто они взяли и показали нам примерно, приблизительно так вот схему, как все происходит, чтобы у нас вопросов не было к власти. Как, что происходит. Мы все поняли, спасибо. Мы посмотрели, мы просветились. Вот. Но где там смеяться-то? Про то, что страну разграбили, и я должна как бы смеяться над этим, мне не было смешно. Поучительно, но не смешно. Сериал «Домашний арест». Ты про него говоришь? Да, про него. Тогда давайте, давайте тогда уже браться и за школьную программу. Там Достоевский, преступление, наказание. Убил старуху-проценщицу топором. И вот все вот это вот. Может быть, из этого идет вот эта тоска, вот эта вот неизбывность. Может, из-за этого из литературы перетекло в кино. Но, а почему не выпускается такой качественный продукт на уровне голливудского? Потому что нужна конкуренция. Конкуренция просто. А в России нет конкуренции. Нет, просто ее нет. Не буди лихо, пока тихо. В сфере кино конкуренции нет. Вот если ТНТ выпускает продукт, который не будут смотреть, оно сразу его сворачивает. А, допустим, какие-то кинокомпании, финансируемые государством, они могут продолжать снимать и снимать. Вот в чем смысл. Я не смотрю российское кино и никому не советую. Тем, кто живет в России особенно. Лучше не смотреть. Смотрите французское кино, итальянское. Смотрите американское уж на худой конец. Я считаю, что если кино снимают, значит, это кому-то нужно. Значит, кто-то ходит и покупает билеты в кинотеатр. Либо смотрит на этих сервисах, которые показывают. Там просто показывает Человек-паук. Там не показывают российское кино. Разве в кинотеатрах показывают российское кино? Сейчас постановление, что большинство должно быть российского кино. Поэтому оно производится. Поэтому кинотеатры по стране закрываются. Потому что никто в них не ходит. Вот что у нас есть у российского про радость, про веселье. Что-нибудь есть такое? Некоррумпированное. Нет ничего. Я ничего даже вспомнить не могу. Вот Морозко. Хорошая сказка Морозко. Советские актеры в советских фильмах с каждым годом играют все лучше и лучше. Опыта набирается. Потому что те, кто за ними, они играют настолько плохо, что в сравнении с этими, эти играют очень хорошо. Да. Просто, может быть, кино это все-таки какая-то пропаганда? Кино это однозначно пропаганда. И вот что пропагандируют в России? Если мы посмотрим на сервис Иви, то, что сняли за 2021 год, то мы увидим, что, пожалуйста, стереотипные комедии с Нагиевым, с Буруновым, тупость, стереотипы 80-х, 90-х, война. Ну почему они такие тупые все? Ну видно же. Спасите Колю. Что это за название? Спасите Колю. Это Коля. У нас призывничок здесь, призовите. Война еще есть. Вот Зоя, может быть, она. Это про войну, да. Нормальная. То, что про войну, то для русских святое, они там хорошо разбираются. Гуляй, Вася. Нет, 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 все перематывайте. Нет, ничего из этого не надо смотреть. Лучше Гарри Поттера пересмотреть. Потому что в Гарри Поттере красиво, красиво, понимаешь, там так чудесно, там другой мир совсем. Не, ну в общем, с Александром Невзоровым можно согласиться, что российское кино это вот загадка, это какое-то непонятное явление. Непонятно для кого, непонятно зачем. То есть, если мы пропагандируем тупые комедии, тупость и вот это вот пьянство, да, или тоску выдаем, или войну. Для чего мы это? Вот и мы получаем, соответственно, это все в головах, а потом и в реальности. Мама ушла бы вживать шалаш, папа из сейфа достал коллаж, он говорит, что Крым не наш, я говорю, что наш. Мы именно это и наблюдаем за окнами. Но мне кажется, конечно же, что российское кино, оно станет намного лучше, оно уже становится с годами лучше. Отправляемся в путешествие. Улучшения есть, если брать комедии 90-х годов и 2000-х, ну выросло, все, все гораздо лучше стало. Мне вообще, честно говоря, если российское кино не будут снимать, то я ничего не потеряю совсем, вообще. А мне кажется, просто получилось вот так вот. Был Советский Союз, он пропагандировал советский правильный образ жизни. Кинофильмы это был образец для поведения, образец. Вот так вот надо себя вести, вот так вот. Все остается людям. Дурное И хорошее Потом Советский Союз развалился, а идеологии не выработали. Еще на той идеологии, на новой. И вот это все замешалось, и вот такой получился компот. А за 20 лет 20 века только вырабатывается новая идеология, что мы, куда идем, кто мы вообще, зачем. И пока вот остановились на тупых комедиях, на тоскливых фильмах и фильмах про войну. Пока вот у нас вот три направления. Но дальше, дальше, потом что-то появится новое. Гораздо более успешное, чем сейчас продукт. Мы тренируемся, ничего страшного, нет такого. Хорошо, что есть пока на ком тренироваться, да? Тренируемся на кошках. Кто-то же это смотрит. Ну вообще, конечно, приятно смотреть на европейские фильмы, европейскую картинку. Как они изысканы, утончены. Какая там архитектура, убранство, все это. Это все так вот красиво. А у русских вот как-то вот так сойдет. Вот как-нибудь, хоть как-нибудь снимите вот. Ну вот примерно похоже. Никто все равно не знает, как должно быть. Нормально. Мне кажется, просто есть разные продукты. Как вот ты заходишь в супермаркет «Магнит». Есть разные цены, разные продукты. Есть лапша «Ролтон», есть «Доширак», есть какие-то дорогие макароны. И ты можешь выбирать то же самое. Ты можешь выбирать и российское кино, и зарубежное кино. Пока ты можешь выбирать. Спасибо, что мы живем в России, а не в Америке. Пока мы можем выбирать. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава богу. Мы можем выбирать кино. И вот, соответственно, под твои убеждения, под твой доход, ты смотришь, выбираешь кинопродукт. То же самое, как в торговле. Есть дорогие магазины, есть там «Перекресток», «Табрис» сеть. Да, вот ты заходишь в дорогой отдел, тебе хочется дорогих фруктов. Или тебе просто чипсов взять с сухариками. Есть разные категории и зрителей в том числе, как категории покупателей. Разный доход, разный возраст. Все разное. И под каждую категорию есть свой продукт. Кому-то нравится и российское кино. Как мне нравилось. Я с удовольствием смотрел. Мне нравилось. Я пришел с армии, я работаю, у меня есть деньги. Все так хорошо, в магазинах есть. Я люблю, мне нравится пойти посмотреть российское кино. Потом мне перестало нравиться. А что вы думаете по поводу российского кино, российских фильмов? Прав ли Невзоров? Напишите в комментариях. А может он просто все наговаривает. Невзоров очень хитрый такой. Но как-то он так говорит, что вот ему веришь. Напишите ваши комментарии, поставьте лайк. Всем пока!